По данным газеты «Известия», каждый пятый абитуриент больше не рассчитывает на поступление на бюджетное место. Они сделали выбор в пользу платного. Все из-за того, что выпускники сомневаются в успешной сдаче ЕГЭ. Школьники уверены, дистанционные занятия с репетитором приносят немало неудобств и снижают качество эффективной подготовки. Готова ли я сейчас сдавать ЕГЭ, мой ответ будет отрицательным, так как я сейчас уже отвыкла от учебной обстановки, и мне очень тяжело представить себя сидящей за партой. Этот процесс сложнее, чем готовиться в реальной жизни, потому что преподавателю уже сложнее контролировать подготовку к ЕГЭ. Приходится прикладывать втрое больше усилий для достижения нужного результата. Юлия Дидюн, учитель из Беляевки, готовит школьников к экзаменам по информатике. Она считает, что не все ученики настолько собраны, чтобы они могли подготовиться к экзаменам дистанционно. Даже когда задаешь выполнить определенные задания, не факт, что ребенок не списал, а сам учитель не сможет проконтролировать. Тяжело, конечно, проблематично, когда напрямую удобно. Нет гарантии, что ребенок не спишет. Я рассчитываю на то, что ребенок подглядывает куда-то. Я ему даю задания такие, чтобы он даже если подглядел, все равно ему нужно сдать мне вычисления, пояснить, откуда он это нашел. Учитель Валентина Кузнецова уже 55 лет преподает физику. Ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди 21 века». Благодаря знаниям и опыту Валентины Ивановны десятки школьников стали победителями Олимпиад, а трое выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Она считает, что готовиться к ЕГЭ дистанционно по техническим дисциплинам гораздо сложнее, нежели по гуманитарным. Однозначно в данных условиях подготовка к ЕГЭ менее эффективна. Это связано со спецификой предмета. Предмет сложный, это связано с решением большого количества задач, выводом формул. Это происходит более эффективно при живом общении. Ирина Михайловна, которая преподает истории общества знаний, считает, что дистанционная подготовка к ЕГЭ имеет место быть. Для этого необходима хорошая техническая оснащенность, как для учителя, так и для обучающегося. Однако она считает, что аудиторное образование имеет большую эффективность. Дистанционное образование должно находиться в каких-то разумных рамках, в разумных пределах и ни в коем случае не замещать образование аудиторное. Это та возможность передачи не только энергетического какого-то такого потенциала преподавателя, учащимся студентам, но это и возможность мотивирования на какие-то дальнейшие действия. По словам учителей, шансы на высокий балл по ЕГЭ, конечно же, снижаются. Но если школьник готовился к экзаменам еще с 10 класса или ранее, то крайние месяцы дистанционной подготовки ему никак не помешают. Главное иметь внутреннюю ответственность и готовиться к ЕГЭ системно. Ванесса Петерс, Федор Бородацкий, Городской телеканал ЮТВ